Всем привет! Меня зовут Андрей, вы на канале Industrial Tools. Сегодня хочу вам показать вот такую катушку. Сам хочу ее попробовать. Узнал я об этой катушке. Называется она Паук. Из канала. Есть в Белгороде такой блогер, тоже инструментальный. У него, я не знаю, он либо продавец, либо владелец магазина. Канал называется Анатолий Стародубцев. И вот он давно про эти катушки рассказывает. Меня заинтересовало. Он, по-моему, уже четвертый год их продает. Ну, короче, повелся я на эту рекламу. Решил попробовать. Правда, купил я на Яндекс.Маркете. Ссылка будет в описании. Состоит катушка из двух частей. Если честно, я думал, она будет намного больше. Я думал, блин, такой набалдажник. Это же, как бы, вредно для триммера тяжелое. Но на самом деле она очень маленькая и легкая. В комплекте идет ключик и две шайбы. Ну, и сама кусочки лески. Леска, я так понимаю, это, наверное, четверка квадрата. Закрепляется она очень просто. Ну, во-первых, вот она четко прямо вот в эту шайбу становится. Здесь посадка есть. И никуда не двигается. Это от аккумуляторного триммера DUR365. А вот это от насадки вот этой 406-я насадка для комби-мотора. На нее, я так понимаю, тоже все четенько сядет. Тут даже не нужны никакие, по идее, возможно, шайбы, потому что гайка здесь полностью перекрывает. У гайки есть своя шайба. И она будет нормально затянута. Хотя можно и добавить шайбу. Вот эта, получается, мне не нужна. А вот эту и шайбу можно воспользоваться. Проверять я его буду на комби-моторе. вы видели, кто смотрит мои ролики. В конце огорода у меня было болото. Там вырос очень большой уже, чуть ли не камыш. Я ее не косил, потому что была вода. Сейчас солнечные дни. Есть доступ к той траве. И поэтому проверим, как работает такая катушка. Еще раз повторяю, ссылку на эту катушку я оставлю в описании. Можете пройти и купить. Стоит она там недорого, по-моему, 360 рублей. То есть, сущие, так сказать, копейки. Второе, что я хотел проверить в этом ролике, это есть ли отличия у насадки на комби-мотор и триммере вот в этих шалагушках, которые к нему предоставляются. Просто на старом 365-м триммере, я во многих роликах это говорил, в комплекте шло вот такое кольцо посадочное. Оно одевается на сам шпиндель. Ну и в данный момент можно сразу прикручивать либо катушку, а если же мы используем, видите, она сразу садится, если мы используем диск, то желательно, сейчас я покажу, возьму диск, если мы используем диск, то вот видите, это как раз посадочное место под диск. Сверху нам необходимо поставить шайбу, чтобы наглённее было. Поверх этой шайбы вот такая защитная еще пластиковая шайба и закручиваем гайку. И часто случались такие случаи, что из-за того, что здесь вот эта часть открытая, сюда попадала трава и наматывалась. После я купил не помню кожух, а точно, я когда купил вот эту катушку итальянскую и у нее в комплекте была вот такая шайба. шайба. И эта шайба как раз очень хорошо подошла вот сюда и защищала корпус вот эту открытую часть триммера и трава уже туда не наматывалась. В новых триммерах, которые сегодня продаются, 365-я модель уже давно снята с производства, я уже 5 лет пользуюсь. Сейчас в продаже можно купить 368-ю модель. там уже идет вот такая универсальная шайба и я думал, что они все эти шайбы одинаковые, видите, то есть здесь получается вот эта шайба она сразу совмещена вот с этой шайбой. Я думал, что они одинаковые и они подходят друг к другу, но видите, она сюда не проваливается. А давайте попробуем вот эту сюда. и здесь посадка другая. Получается, здесь отверстие меньше, чем вот этот шпиндель. И сюда подходит только вот эта родная. И возможно на 368-ом я не знаю, надо проверять по артикулам, тоже будет чуть другое. Так, что еще я хотел рассказать. Кожухи. Кожухи тоже бывают для триммеров различные. У меня есть три штуки. Этот кожух предназначен для работы с дисками, потому что у него нет ножа. Вот видите, здесь поломано. это использование с катушкой. Так как не было ножа, он чуть-чуть леской порезал ему часть. Поэтому с кожухом, с таким нельзя использовать катушки с леской. Только диски с ножом. если вы используете с леской катушки, то нельзя использовать диски, потому что диск крепится чуть-чуть выше. Да, он не будет задевать за нож, оно как бы поставится, все будет работать, но при кошении вы постоянно будете вот этой нижней частью цепляться об землю. Это неудобно, некомфортно. Поэтому здесь прямо четко указано, вот диск зачеркнут, только леска. И этот кожух то же самое. Многие мне в роликах говорили, что это за аппендикс, как он защищает, зачем он нужен. Сказать, ребят, честно, что этот, если косить леской, ты будешь весь в травище, ноги особенно, что этот абсолютно одинаково. Для меня вот этот намного удобнее, узкий. Ты можешь маневрировать как хочешь, возле деревьев, над заборами, именно с тримером, с этим бубликом, намного комфортнее пользоваться вот таким узеньким кожухом, чем вот таким. Обосран ты будешь в обоих случаях одинаково. Здесь функция его это удержание ножа. и все. Больше по сути он не служит. Для защиты от камней, которые могут вылететь тебе в лицо, используйте маску, плотные штаны, сапоги. Это все указано. Очки. Все указано на наклейках на самом тримере. Еще на этих, кстати, один есть момент. Вот на этом кожухе почему-то сделаны маленькие винты. То есть здесь видите на триммерах установлено уже сразу вот это крепление под кожух и оно к этому кожуху не подойдет. Ни в какую. Не знаю зачем. Приходится еще переставлять вот эту часть. Но у Макиты есть еще универсальный кожух. Универсальный кожух чем хорош? У него внизу есть пристегивающая часть. Нужно вам с леской пристегнуть нижнюю часть. Нужно с диском. Там три зажимчика отверткой подковырнули. Все. Можно использовать с дисками. И такая такой кожух продается с 404 вот этой насадкой. И у 404 насадки сразу вам говорю вот 406 шла вот с этой катушкой вот с этой шайбой катушкой и гайкой. Ну и ключом ключ был большой. В моем тремере ключ был поменьше. А если вы купите 404 а на зоне по-моему они идут в одинаковую цену у вас будет универсальный кожух эта же шайба катушка эта же эта же гайка но при том у вас еще будет вот такая шайба и вот такая шайба. Поэтому тот комплект намного богаче плюс там будет еще цветной коробок в этой 406 такая черно-белая некрасивая коробка коробка я думаю не важна но все уже поэтому советую все же покупать 404 модель но если хотите именно узкий кожух ну я артикул дам конечно на кожух его можно отдельно купить но если именно с узким кожухом и только катушкой будете пользоваться то можно конечно 406 вообще 406 она дешевле в нормальных магазинах но на зоне был момент они стоили 406 и 404 одинаково еще хотел сказать по дискам я кстати вот диска например этим много косил вообще без защиты и не боялся этого многие особенно зрители дзена там я посмотрел статистику в основном смотрят пенсионеры пенсионеры у нас чаще пишут негативные комментарии например на ютюбе вообще аудитория абсолютно отличается в ютюбе где-то аудитория 35-45 лет дзен это 45 туда 55 те почему-то вот рождены не знаю негатив прямо льют и льют там а ты кожух не надел ах что это за диск ты что ноги себе там отрежешь ты все ну люди от незнания пишут всякую ерунду во-первых да я советую использовать именно оригинальные диски макита я уже очень много лет им использую и если вы посмотрите ни одного зуба не вылетело все зубья целые и вот у меня есть диск это чемпион и на нем уже вот вот нет зуба вон нет зубов ну то есть да он дешевле да он кажется все там одно и то же какая разница зачем переплачивать но переплачивать есть зачем отсюда да зуб может тебе вылететь и ну ненадежно это все а сейчас пошли вообще китайские особенно вот я смотрел бензиновый тренер союз продается вот был у меня ролик в шорт там блин там не диск там такие зубья маленькие я не знаю они мне кажется от травы повылетают сразу ладно мы чуть-чуть отъехали от темы давайте собирать паука нашего так ослабили вот этот винт кстати катушка паук есть нескольких видов раньше винт вот этот был только сверху и многие жаловались на то что так как этой частью вы все время трете об землю винт либо раскручивался либо стирался полностью его потом невозможно было открутить ну как бы головка изнашивается но очень хороший комментарий по этим вообще всем головкам поэтому они изменили конструкцию вы скажете а как же тут скорее всего дисбаланс ну не знаю может он и будет небольшой здесь проточка была то есть балансировку они делали дисбаланс будет от того зависеть как вы установите вот эти части и вот я не знаю сразу надо все на картинках устанавливают сразу все 4 вот такой паук делают что это дает не знаю давайте тоже так же сделаем такого же точно паука по моему есть еще с этими двумя винтиками с двух сторон вот там скорее всего дисбаланс уменьшен по поводу еще хочу сказать был у меня комментарий человек 365 триммер написал мне точно такой же умер полностью его открыли в сервисе там все поплавилось взяли за ремонт 15000 но я посчитал там примерно если покупать статор ротор и скорее всего там оплавилось отдельно тут платка идет датчики холла оно где-то так и выходит там плюс тысяча две работы даже тысяча работа остальное все выходят запчасти ну во-первых ребят головой тоже нужно свои думать не косить в жаркую походу проверять нагрелся он или не нагрелся то что в инструкции написано там защита от перегрева не надо вестись на эту надпись защита от перегрева это защита от перегрева аккумулятора и это все описано в разделе для аккумулятора внимательно читайте нет здесь никакой защиты от перегрева двигателя абсолютно нет никакой нужно во первых не использовать толстые лески вот для этого триммера по моему там два с половиной я на прикошу зеленой двоечкой вот она вот эта леска двоечка это максимум что можно использовать я рекомендую для этого триммера плюс если у тебя много аккумуляторов ты только вот одни садил следующий поставил и весь день фигачишь не стоит так делать тоже нужно давать инструменту отдохнуть что-то я затянул но не затянулась так не нравится этот буктик один ежели честно может это запасные может надо два всего вставлять и все надо пересмотреть ролики анатолия ссылку я кстати на анатолий оставлю в описании на его вконтакт youtube и дзен подписывайтесь на него поддержите белгородца нам сейчас здесь нелегко я вам скажу так о закрутились теперь накручиваем накручиваем вот эту часть ставим шайбочку на всякой случай так а сюда нам надо вставить родной ключик сейчас его принесу родной ключик у нас находится на самом комби моторе вот здесь вставляем сюда все мы зафиксировали и ключом можно затянуть все получилось вот такая легенькая конструкция и здесь сделана специально левая резьба обратная а триммер у нас тоже с левой резьбой поэтому процессе работы раскрутиться не должно вот такой паук получился и и и и наденем наш триммер ой триммер говорю кожух и когда мы наденем кожух видите леска здесь специально сделана так как она толстая она намного короче чем якобы может осилить комби мотор но так как здесь лесок много плюс я еще немного кривовато одел сейчас я подправлю конечно не советую делать короче отрезать лески размером больше чем есть комплекте большая нагрузка пойдет на редуктор и тем самым вы просто убьете редуктор при этом тоже думайте головой что вы накручиваете я понимаю что хочется сразу что-нибудь надеть на балдашник что-то если честно прокручивается здесь поэтому я попробую убрать все-таки шайбу я думаю шайба лишняя до шайба убрал и без шайбы сейчас не прокручивается шайбой был вот здесь прокрут давайте еще подровняем более ровно леску для чего нужно выровнять идеально ровно леску для того чтобы убрать дисбаланс дисбаланс это очень плохо это будет разбивать подшипники в редукторе конечно идеально четко сложно это сделать но хотя бы примерно надо постараться установили кожух паук установлен сейчас первая скорость ну и идем пробуем косить ну и давайте добавлю еще к этому ролику чем можно косить помимо вот леска лески бывают тоже разные различаются лески у макиты по цвету цвет ну то есть к толщине привязанного двойка он она будет всегда зеленая я использую как вы знаете вот такую тоненькую катушку не на больше всего нравится потому что она легкая хотя это тоже хоть она и потолще комплекте катушка это шла с комби мотором с насадкой комби мотора тоже неплохая катушка мохи ты сейчас есть новые катушки современные в которых здесь нарисовано две стрелочки эти две стрелочки совмещаешь и можно не разбирая катушку пропих пропихивающую сюда леску метра три и потом вот так крутишь автоматически короче заряд автоматически короче не нужно разбирать катушку чтобы намотать леску также существует катушка с пластиковыми ножами такая катушка подойдет только для травы если будут вас там деревца всякие да конечно она сама отбивается от стенок но ножички все равно страдают в комплекте с этой катушкой бывают различные гайки три штуки то есть под все виды три триммеров так сказать катушки можно отдельно купить есть пакетик в нем насыпано вот таких 12 ножей ну не нужно вам тратиться каждый раз на новую катушку просто докупаете ножи катушки к вам хватит очень надолго сейчас у меня опять стрельнул ролик про резиновые диски резиновые диски уже нигде не купить их не производят и у нас их все смели после моего ролика у меня вот еще осталось 21 уже под изношенный он подстерта но штука прикольная именно если у кого идеальный газон это просто охрененная вещь для бурьяна конечно будет побольше износ диск из комплекта не знаю мне не нравится тяжелый так ерунда есть еще вот такой резиновый диск этот резиновый диск уже мне не очень нравится есть вот такой диск с такими зубами макитовский но если честно мне он не зашел тоже тяжелая штука не знаю больше всего самый крутой диск это вот этот 230 диск хочу еще попробовать сейчас появился в продаже 2 250 тоже на все эти короче диски все будет в описании все ссылки кто хочет заходит и покупает а тестировать мы будем сегодня по лукам короче ребят вот вот это я неделю назад косил а это куда я не мог зайти потому что здесь была вода видите здесь уже по пояс травы что-то мне кажется вряд ли это все возьмет но будем пробовать сначала здесь для эксперимента на максималке ну она просто вот в ноль перемалывает здесь конечно отлично не знаю как это благоприятно для редуктора или нет мне кажется что нет диск самая лучшая макитовский диск 230 это и расход аккумулятора самый минимальный и нагрузка на редуктор самая минимальная ну давайте заходим в кущеря ну по мне это не козьба тут либо нужно больше ли леску видите она там по намотала когда вас наматывает никогда не оставляйте все это потом делает большую нагрузку вот внутри все равно внутрь намотала это нужно откручивать и вытаскивать всю траву изнутри вроде вытащил давайте еще по мелочи покосим и поставим диск я покажу как вот эта штука косится диском и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Поставил диск, но без кожуха. Сейчас предчувствую миллион комментариев. Покажу в конце ролика, почему не удалось поставить тот кожух, который предназначен для диска. Именно на эту насадку. Но надеть мне просто нечего. Ну и так как я уже давно пользуюсь диском, я уверен, что ничего не будет. Камней здесь нет, это мой участок. Здесь абсолютно безопасно. Более того, это с бензиновым триммером опасно использовать. Здесь триммер аккумуляторный. Как только мы куда-то налетаем, диск резко останавливается, повышается, я так понимаю, ток. Электроника понимает, что мы куда-то налетели и автоматически отключает. То есть диск здесь резко остановится. Здесь не просто отключается автоматика, она включает электронный тормоз. И резко тормозит диск. Поэтому триммер абсолютно безопасный. Показываем. Точнее, я показываю, как косит диск. Сейчас мы вот это... Сюда, кстати, вот надо, видели, есть на Алиэкспрессе, по-моему, продается. И на японских всяких китайских видео встречается. Они вешают вот сюда такой щит специальный, который вот эту всю траву, когда ты косишь, укладывает вот в этот покос ровно. Вот сюда именно такую штуку. Ну, как видите, эффективность максимальная. То есть можно спокойно это все выкосить. Единственное, что диск не разбивает траву в труху. И вам это придется все собрать, скирдовать. Ну, или заготавливать сено этим диском хорошо. Почему-то на официальном канале Макита сказали под сено абсолютно другой диск. Вот этот самый лучший диск для заготовки травы. Вот видите, она вся целая. Ты ее сложил в покос. Вот сейчас покажу. Вот видите, и складывай. Скирдуй. Ну и пойдемте покажу, почему не получилось надеть насадку. Точнее, эту защиту. Видите, дело в том, что вот эти крепления здесь вот с одной стороны крепится, здесь с двух сторон есть два болта можно закрепить. Вот это расстояние одинаковое. И оно подходит под большинство защит. Видите, вот идеально сюда становится. А этот, здесь почему-то и болты меньше, и расстояние другое. Я думал, можно сейчас, ну, поменяю я вот эту штуку от маленького щиточка. Вот. Вот она. Я думаю, сейчас, ну, ее одену. Вот она, от нее. Видите, здесь болтики маленькие. И расстояние под нее. Но она сюда не становится. Видите, она становится криво. Нужно либо выгнуть. Выгнуть, наверное, надо ее. Да и не париться. Вот такая вот дилемма. Либо докупить еще все-таки 404-ю насадку. Не париться и вообще не менять. На 406-й леску держать катушку и не снимать. А на 404-й этот диск то есть быстро поменял. Не надо никаких ни ключей, ничего. Просто насадки меняй на комби-моторе. И все. Да, какие выводы можно сделать по этой катушке? Может, да, это не совсем там, как я сказал, шляпа. Катушка пойдет для травы, если ее не запускать. И редко здесь менять леску нужно, потому что леска толстая. Вот. Она даже никак не испортилась. Она, считай, как новая. Траву выкашивают вообще в труху. Вот реально именно в труху. То есть не нужно убирать. Но не для той травы, которая очень большая. Тут только диском, наверное, выкосить и все. Поэтому, кого все-таки заинтересовал данный девайс, ссылочка в описании. И так же все ссылочки на диски, на вот эти все многие шалагушки, которые я найду, все будет в описании. Ну, на этом, в принципе, все. Если ты хочешь помочь моему каналу, оставь, пожалуйста, комментарий, подпишись на канал, поставь палец вверх. Потому что именно так алгоритмы YouTube начнут советовать данный ролик другим зрителям. А если ты этого не сделаешь, то этот ролик мало кто и увидит. поэтому самая лучшая помощь для меня это подписаться, поставить лайк и оставить комментарий. Спасибо. Всем пока.